Ну, вообще нет мечта. До совпустя. Ну, бывает. Учат специально. Закон Божий преподают в школе для молодых. Да, преподают. Преподавали в школе. У вас храм в городе есть? Мы живем в поселке, у нас есть храм, церковь. А мы строим поселок новый. Деревня такая есть, Потеряевка. Там никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. То есть, все верующие. Храм построили сами. У меня брат священник, протоиерей. Может, какие-то вопросы у вас есть? Я бы мог совет вам маленький дать. Когда бываешь с подругами, где никому домой не заходи. Столько беды. Сейчас говорят, каждый день в России теряется 300 человек. 300. Бесследно исчезают люди. Никуда. Пошла. Три поклона. Поклонись. Родителям скажи, благословите. К маме, кто к отцу подойди, благословите. Отучилась или где была, и скорее домой, да с кем-то иди. Она нигде не ходи. Она идет, ее машину рядом схватили, затолкали, да случайно ее уже там успели выхватить. Люди озверели. Береги себя, умница. Надейся на Бога. Молись. Вот мы молимся. У нас называются щетки. У православных так принято. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И молитвы считаем Богородице. Церковь плохому тебя не научат. Пойти на исповедь. Ближе как-то быть к церкви. Бог же создал церковь. Не здание, а люди, что вместе были. Я вот видел, где люди ходят в церковь и не ходят. Это большая разница, большая. Он одинокий человек. А тут пустое место не бывает. Находятся злые люди и начинают... А опыта нету, и пропала душа. Сейчас вам показали. 400 ребятишек потерялось в Казахстане. И поймали последних только. Они лежат в ящиках, обложенные льдом. На части отправляют в Китай. Их пинают, этих китайцев. Поймали. Она, мать-то, разгребает. Он как живой лежит во льду. А там ему легкие, печень там продают. А потом спросили, говорят, а куда... Ну все это вырежете, а куда деваете это? Тело-то как куда, говорят, съедаем. То ли врут, то ли правда. А дети-то где-то одни ходили. Не надо отпускать. У нас вот в семье было 10 ребятишек, 5 мальчиков, 5 девочек. И мы отдельно никогда никуда не ходили. Ну, конечно, времена были другие. И Господь всех сохранил. Библию надо считать. У нас большой есть Ютуб и канал. Если желаете, можете зайти. Самый большой в интернете. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. Ну, если ничего нету, будем прощаться. С Богом. Спроси там еще, может, у кого-то вопросы есть? Есть вопросы? Нет вопросов. Ну, всего хорошего. С Богом. С Богом. Кто считает закон Божий, у того дела идут всегда кверху. А кто не считает, не знает, дела идут вниз. Нет, это неправильно. Это неправильно. Ну, конечно, неправильно. Куда годится? Вот тут садом устроились. У вас все хорошо? С Богом всегда хорошо. Потому что мы молимся, благословляем Бога. У вас тоже есть книга, которая учит молиться. Вот, это классно. Вот, это вообще правильно. Это хорошо. Ну, вот я и говорю. У вас тоже уважают. Уважать старших. Беречь друг друга. Конечно, мы уважаем всегда. Ну, вот. Мы говорим о Боге, о Христе, о спасении. Пришли сюда, в рулетку. У нас написано в Евангелии. У вас называется Инжил. Инжил. Евангелие. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Конечно, конечно. Мы поэтому, христиане, проповедуем о Иисусе Христе, о Его жертве, что Он был распят, умер за наши грехи. И воскрес третий день. И зовет всех к покаянию. А люди, если не верят, они живут как скотина. Даже хуже. Ну, люди разные. Да, ну разные, но в грехе одинаковые, бессовестные. Вот здесь что творится? Взрослые мужики безобразно так себя ведут. Женщины титьками трясут. Ну, вообще, да, правильно. Вот это правильно говоришь. Здесь процентов 50 голые валяются, мужики. А процентов... Вообще, да. А процентов... Я вот сижу, вот я сижу, хочу найти девушку там, да. Вообще кошмар. А вы разве сидите? А я думал, что вы лежите. Ну, я лежу, да. Вышел обед и с работой. Покушал, чуть-чуть ягод, отдохнул, потом выхожу на работу. Понятно. Вот так. Эта рулетка-то, пчат рулетка-то, она мусульманская. Тут 90% мусульмане. Ну, вот я вчера скачал эту рулетку, чат. Я хотел узнать, что как это нормально, ненормально. Если мне понравится, удаляю. Здесь разврат один идет. Содом и Гаморра. Города, которые Господь сжег огнем. Блудодеяние сплошное. Взрослые мужики лежат. А вы что сидите? А вы что сидите вот на рулетке? А мы не сидим здесь, мы работаем. Нас Господь послал людям рассказать, что ждет их за это. И чтоб поверили во Христа, как спасителя своего. Мы работаем здесь. Христос говорит, нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Ну, вот и рассказывает и дальше вот этими русскими. Да, считаем Евангелие, Псалтырь, отвечаем на вопросы. Я вот нашел уже здесь примерно 650 человек, которые говорили, которые стремятся к лучшему. А, ну да. Понятно. Ладно, удачи вам. С Богом. Счастливо. Хорошо. Если вы желаете что-то услышать больше, как раз наступил такой момент. Мы пришли со Словом Божиим, со Святой Библией, рассказать о Боге, о Вечности, для чего мы живем, как за гробом, что будет. Самая радостная вещь. За нас умер Иисус Христос и воскрес в третий день. И дарует прощение всем ради жертвы своей. Не по делам нашим, по благодати. Спасибо вам. Если желаете, у нас большой в Ютубе канал у меня есть, можете зайти. Самый большой в Ютубе. Нет, хорошего дня. Спасибо вам. Называется 20 тысяч. Смерть Иисуса Христа за наши грехи. Как Он воскрес в третий день. И как после смерти, если душа верила, она в рай идет ради заслуг Христа. А не верила, если идет прямо в ад, в огонь с сатаною. Это все мы узнаем из Библии. А как можно к вам обращаться? Ну, как угодно можете обращаться. Я Игнатий Тиханович Лапкин. Дедушка, а такой у меня вопрос. Что нужно делать, чтобы не попасть в ад? Для этого нужно принять Христа Иисуса, который умер за грехи людей. Вот где крест. На церкви крест. Видите, крест? Это о нем говорится. И Он был распятый. И Он умер за наши грехи. И когда мы просим Господи, прости нас, мы виноваты. Прости. И Он прощает. Надо пойти в Храм Божий, принять крещение. Но только, чтобы без денег договориться, чтобы за это не платить. И душа будет спасена, если ты будешь жить, соблюдая заповеди Божьи. Слушаться родителей, никого не огорчать, никогда не лгать. Всегда говорить только правду. Понятно. Да. Я вот маленький был, меня научили верить. Я верил до самой армии, после армии. А потом Евангелие мне в руки попало. Я уже стал считать Библию. Ну и все поправил Господь. С Богом легко, радостно. Ты не один. Все от защиты. Ты вот идешь, допустим, куда-то надо идти из дому. Ты просто так не выходи. У тебя дома мама или бабушка, кто там есть отец. Подойди и скажи, благословите меня. Я пошел. И когда к двери подойдешь первый раз в день, перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его. Перекрести никого не бойся. Все повалится впереди тебя. Ты идешь как богатырь, силой великою. Понятно. Тебя как звать-то? Меня Никита. Никита. Никита означает в переводе на русский язык победитель. Николай и Виктор. Это одно и то же имя. Вот побеждай. Гнев, когда подойдет. Нехорошие мысли. А ты побеждай. Будь Никитой. А вас как зовут? Меня зовут Игнатий. Игнатий означает неведомый. А с латинского огненный. Вот такой вот, огнем. Понятно. А сколько вам лет? Мне 81 год. 81 год. Вот если ты можешь набирать, у меня есть большой канал. Канал называется во Ютубе. Да, в каком? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Самый большой во всем мировой сети. 20 тысяч 400 роликов. А сколько у вас подписчиков? Подписчиков-то там 45. А просмотров, общий просмотр, 46 миллионов. Вы увидите, как я там начальник лагеря детского. Какие у нас там игры, работа. Тебе будет очень интересно. Заряди во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Вот так Господь делает. Вот нечаянно встреча с тобой была. Ты это помни. Никогда нигде не возносись. Будь смиренный, кроткий. Чтобы родители радовались, что Никита растет добрый юноша. А вот смотрите. Вот меня в школе все обижают, бьют. Вот что мне делать? Молиться надо. Посмотреть, что они лезут-то. С чего они от тебя хотят? Бьют-то с чего? Что, убить хотят или что? Нет, но они просто могут подойти, обозвать там, пинка дать и все. Ну, а ты становись там, где тебя не достанут. Где-то в уголок встань. Или в классе оставайся. Никогда не жалуйся. Про себя молись и скажи, Господи, спаси меня. И ты увидишь, как враги к тебе по-другому будут относиться. Мы вот молимся, у нас щетки есть. Вот. Это сто бусинок. Кланяется, поклоны делать. Ты правильно научись креститься. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Там ты не заморишься в школе, а дома молись. И Господь будет с тобой. Посты. Сейчас скоро пост будет до Пасхи 7 недель. Узнай когда, что мясо есть нельзя. Ни яйца, ни молочное. Раньше всегда вся Россия так постились. И люди не болели. Так, как сейчас. Сейчас болеют сильно люди. Болеют. Потому что ни посты не соблюдают, живут нехорошо. Никогда не ругайся. Плохие слова не говори. Не кури. И Господь будет с тобой, Никита. Благословит тебя Бог. И больше они тебя обижать не будут. Понятно. А если вот, например, они меня прям уже дозрят. И я там одному, ну, по лицу там дам. Не знаю куда. Я не понял. Вы что сделали-то с ней? Нет. Вот, например, меня уже вот человек прям вот уже достал. И я ему дал в лицо вот. Ну, нежелательно это. Конечно, он досаждал тебя, ты разгневался. А у нас в Евангелии написано, ударят по одной щеке, подставь вторую. Скажи, я ради Христа это делаю. И он может смириться. А ты ему ударил в лицо, а может, кровь пойдет. А это уже плохо. Он тебя возьмет двоих-троих-то и тебя поколотят. Не надо в ответ ничего. Опусти глаза, спокойно стой. И помолись, чтобы он забыл это. Мало ли что, скажет. Как, говорит, брань на вороту не виснет. Ты, главное, молись. А так они могут тебе и глаза повредить, и что-нибудь сделать. Сатана лютует. Ты мальчик хороший, а они тебя не любят. Понятно. Да, ты надейся на Бога. Впереди целая жизнь. Ты маленький еще, всегда молись. У тебя бабушка... Нет, я не маленький. Бабушка-то есть у тебя какая? Да. Ну вот, бабушке всякую помощь оказывай. Придешь, обними ее, поцелуй. Знаешь, она тебя как еще больше любить будет. Да перекрестись за стол сядь с молитвой. Стань вот так вот. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И три раза поклонись. Баба, тебя там не знаю, как любить будет. Скажет, Никита-то у меня растет, какой умница. Вот так. Учись хорошо. Какой-нибудь иностранный язык изучай. К товарищам запомни, Никита, никому в дом не заходи никогда. Они что попало, могут сделать с тобой. Не надо. Как отучился и с кем-то, с товарищем, двое-трое домой. Не разговариваешь чужими ни с кем. Я-то вот с тобой разговариваю, у тебя рядом никого нету. Желательно, чтобы родители были. А вот такая есть система, скайп. Скайп, знаешь, нет? Да, я знаю. Скайп, если вы зарядите, Игнатий Лапкин, это я. И там можем поговорить. Я вам все ресурсы скину. Вот какое дело. Хорошо, на пальцы.